attendees are in listen-only mode я работаю в 1S Bittrex и вместе со мной данный вебинар в данном вебинаре также примет участие Дмитрий Чунехин руководитель центра компетенции и технической поддержки компании сертифицированной информационной системы давайте перед началом вебинара традиционно проверим техническую составляющую напишите пожалуйста в чат или в секцию вопросов хорошо ли мне видно изображение как меня слышно но если все хорошо тогда будем начинать алё так звука нет видно и слышно хорошо коллеги подсказывают ну что ж тогда давайте начинать открою слайд с вопросами которые мы постараемся сегодня осветить Дмитрий ну многие присутствующие на вебинаре сегодня это наши партнеры я думаю что мы не будем сейчас долго вдаваться в детали то есть все знают наверняка что компания 1S Bittrex огромное значение для своих продуктов для платформы в целом уделяет вопросам информационной безопасности защиты информации есть огромное число инструментариев в составе платформы предназначенных для этих целей это и разнообразные проактивные защиты проактивные фильтры очень много там по защите паролей в общем и целом это большой фронт работ у нас в компании работают специалисты по информационной безопасности работает штат людей которые занимаются исключительно этими вопросами помимо собственно разработки функционала который так или иначе связан или привносит какие-то возможности для дополнительной защиты авторизации защиты сессий собственно есть вопросы безопасности самого кода да то есть у нас все обновления как уже не раз мы рассказывали на вебинарах на презентациях все обновления всегда проходят через службу безопасности и проверяются отдельно отдельными людьми включает эта проверка и автоматизированные тесты и ручные тесты и постоянный мониторинг уязвимостей которые на сегодняшний день актуальны в том числе уязвимости нулевого дня плюс кроме этого компания постоянно заказывает аудиты безопасности у внешних подрядчиков ну то что называется коммерческим взломом потому что опять же есть цели максимально здесь обезопасить число клиентов и число партнеров платформы сегодня настолько большое конечно и крупные проекты работают на платформе и вопросы информационной безопасности очень чувствительны но есть еще один аспект собственно который мы сегодня поговорим это вопросы государственной сертификации это связано со многими факторами это связано и со спросом дело в том что очень много клиентов сейчас используют платформу которая относится к государственным структурам госорганам разнообразным компаниям с государственным участием для которых наличие сертификатов наличие сертификации сертифицированных продуктов это обязательное требование есть кроме этого в целом ну скажем так класс клиентов которые уделяю также этому внимание ну учитывая и законодательстве на сегодняшний день все вы знаете вопросы персональных данных уже который год будоражит общественность будоражит владельцев бизнесом 152 вот новый закон 262 если я не ошибаюсь который связан с переносом персональных данных в россию нашумевшие все эти законы в общем так и иначе это сказывается на некотором спросе и опять же потребитель подсознательно ожидает в платформе видеть наличие некоторых государственных сертификатов какой-то уровень проверки вот поэтому сертификация для нас очень важна как вы знаете в конце прошлого года мы выполнили повторную сертификацию наших продуктов первая сертификация была в 2008 году тогда мы прошли сертифицировали два продукта битрикс управления сайтом еще тогда восьмой версии и один из битрикс корпоративный портал вот сертификация тогда прошла мы получили если я не ошибаюсь третий класс по перс данным сейчас очень много все изменилось я думаю немножко может быть на тут меня дополнит как таковые классы перс данных уже не так актуальны последние сертификации мы прошли более глубокую проверку мы прошли сертификацию с проверкой на отсутствие недекларируемых возможностей в коде что опять же позволяет сегодня использовать продукты в системах персональных данных любого уровня любой степени скажем так безопасности ну что ж наверное для вступления достаточно я думаю что самое актуальное изображено на текущем слайде очень много вопросов постоянно возникает от партнеров на тему что такое сертификация достаточно ли сертификата показать клиенту бумажку и это означает что у нее система сертифицирована или нечто требуется большее как быть как эксплуатировать сертифицированную сроку где его в конце концов приобрести потому что ну опять же кто уже обращался наверняка слышали что мы сами не продаем и не имеем такой возможности по реализации производства сертифицированного по то есть мы производим исключительно сам софт а сертифицированное по производит как раз наши партнеры компания сертифицированной информационной системы и которая является нашим заявителем в процессе сертификации как использовать каким какие законодательные нормативные документы опять же регламентирует это поле деятельности на что обращать внимание ну и как поддерживать дальнейшем как обновлять сертифицированную полу все эти вопросы очень часто возникали у партнеров клиентов ну и опять же этим вебинаром мы на них отвечаем ну и рассказываем вам чтобы вы могли опять же рассказывать это вашим клиентам ну и выглядеть в глазах опять же более компетентно и соответствовать современном реале ну что ж окей я тогда передаю слово Дмитрию да еще маленький момент наш вебинар записывается поэтому запись опять же если что-то забудете можно потом будет поднять презентацию запись мы обязательно выложим каким-то вопросом можно будет потом возвращаться ну что ж представляю вам Дмитрия Чунихина компания сертифицированной информационной системы сейчас я сделаю Дмитрия презентером тогда он уже начнет Дмитрий доброе утро пока мы вас не слышим Дмитрий Дмитрий Повторит прошу писать об этом в чате вот на всякий случай еще раз представлюсь меня зовут Дмитрий Чунихин я руководитель отдела центра компетенции отдела технической поддержки компании сертифицированной информационной системы темы темы которые я хотел бы сегодня затронуть касаются ну это представлено сейчас для вас на экране хочу отметить что на всякий случай и на всякий случай предупредить что вебинар темы будут рассмотрены достаточно поверхностно я буду озвучивать по ходу вебинара какие какие законы какие приказы каких частей касаются профессионалам кто занимается аттестацией боюсь что они потеряют время но тем людям кто слабо себе представляет что такое аттестация что такое сертификация данный вебинар будет полезен итак приступим начнем с вопроса а зачем в принципе нужна какая-то аттестация и чему там вообще нужно соответствовать на самом деле на данный момент развития техники и программного обеспечения сложность информационных систем зашкаливает у всех на слуху многие уже используют такие технологии как блэйд системы виртуализация фермоприложений кластеры отказоустойчивость распределение нагрузки сети хранения данных миграции катастрофа устойчивость всевозможные сервисные модели виртуальные сети транки агрегации инкапсуляции и так далее и тому подобное к сожалению в первую очередь при развитии информационных систем упор и как бы основное время тратилось на развитие производительности информационных систем их функциональности универсальности всевозможной доступности удобности надежности эффективности мобильности минимальной стоимости удобства обслуживания и так далее и тому подобное в итоге в общем то зачастую мы попадаем в такую ситуацию как с выражением о танцующем медведе когда очень сложная система она как танцующий медведь она может быть некрасивой сказать недолго как-то еще это ну 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 да дмитрий что-то мы вас не слышим прошу прощения прошу прощения прошу прощения алё 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 артём спасибо да мы попадаем в такую ситуацию с танцующим медведем когда у нас очень сложная система она каким-то образом работает вот этот весь конгломерат сложных механизмов он функционирует и мы как бы под впечатлением того что да слава богу оно в общем-то как-то работает на какие-то нюансы иногда как бы не обращаем внимания и если вот все перечисленные мной ранее параметры информационных систем можно считать в той или иной степени самоорганизующимися то есть они как-то взаимосвязаны сбалансируют друг друга ну например функциональность той или иной информационной системы она постепенно повышается в зависимости от потребностей эффективность мобильность тоже в это вкладывают какие-то силы времени и деньги ну и как бы ограничивается это только стоимостью к сожалению параметр безопасность в данном случае вступает практически со всеми этими параметрами в противоречие то есть ну зачастую на него обращают внимание в последнюю очередь он так коллеги еще раз приношу извинения у нас некоторая по звукам опять проблемы дмитрий здесь алло 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 что-то у меня периодически с звуком проблем возникает извините в общем как бы получается что параметр именно безопасность информации нуждается в регулировании и особенно с прицелом на сопряжение и взаимное проникновение систем в будущем так называемые всем известные проекты по электронные госуслуги единая система межведомственного электронного взаимодействия и так далее и тому подобное вот чтобы не ходить далеко я наверное процитирую непосредственно само положение по аттестации которое датировано 25 ноября 1994 годом называется положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации что представляет из себя аттестация и какое какое право она дает пункт 1.4 говорит что под аттестацией объектов информатизации понимается комплекс организационно-технических мероприятий в результате которых посредством специального документа аттестата соответствия подтверждается что объект соответствия соответствует требованиям стандартов или иных нормативно-технических документов по безопасности информации утвержденных в гостях комиссии России на данный момент это в стек России наличие на объекте информатизации действующего аттестата соответствия дает право обработки информации с уровнем секретности конфиденциальности и на период времени установленные в аттестате соответствия здесь важно отметить что аттестат соответствия выдается на строго определенный период времени как вот в этом пункте 1.4 и как в дальнейшем в пункте 2.4 упоминается что аттестат может быть отменен или приостановлен органом который его выдавал обязательная и добровольная аттестация раскрывает эта тема раскрывается в пункте 1.5 обязательной аттестации подлежат объекты информатизации предназначены для обработки информации составляющей его стайну управления экологически опасными объектами ведения секретных переговоров в остальных случаях аттестация носит добровольный характер добровольная аттестация и может осуществляться по инициативе заказчика или владельца объекта информатизации аттестация по требованиям безопасности информации предшествует началу обработки подлежащей защите информации и вызвана необходимостью официального подтверждения эффективности комплекс используемых на конкретном объекте информатизации мер и средства защиты ну 11 февраля 2013 года появился приказ стек россии номер 17 об утверждении требования защиты информации не составляющей гостайну содержащейся в государственных информационных системах где данный пункт получил уточнение конкретнее это пункты 2 и 3 пункт 2 в документе устанавливаются требования к обеспечению защиты информации ограниченного доступа не содержащие сведения составляющие гостайну далее информация от утечки по техническим каналам несанкционированного доступа специальных воздействий на такую информацию в целях ее добывания уничтожения искажения или блокирования доступа к ней при обработке указанной информации в государственных информационных системах настоящие требования могут применяться для защиты общедоступной информации содержащейся в государственных информационных системах для достижения целей указанных в пунктах 1 и 3 части 1 ст. 16 федерального закона от 27 июля 2006 года 149 фазы об информации информационных технологиях и защите информации в документе не рассматривается требования о защите информации связанные с применением криптографических методов защиты информации и шифровальных средств защиты информации пункт 3 17 приказа уточняет что настоящие требования являются обязательными при обработке информации в государственных информационных системах, функционирующих на территории Российской Федерации, а также в муниципальных информационных системах, если иное не установлено законодательством РФ о местном самоуправлении. Настоящие требования не распространяются на государственные информационные системы администрации президента, Советы Безопасности, Федерального Собрания, Правительства Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда и ФСБ. Чему именно нужно соответствовать при аттестации? Пункт 1.6 раскрывает данную тему. При аттестации объекта информатизации подтверждается его соответствие требованиям по защите информации от несанкционированного доступа, в том числе от компьютерных вирусов, от утечки за счет и наводок при специальных воздействиях на объект. Например, высокочастотное навязывание и облучение электромагнитное и радиационное воздействие от утечки или воздействия на нее за счет специальных устройств, встроенных в объект информатизации. И пункт 1.7. Тестация предусматривает комплексную проверку, то есть аттестационное испытание защищаемого объекта информатизации в реальных условиях эксплуатации с целью оценки соответствия применяемого комплекса мер и средств защиты требуемому уровню безопасности информации. Порядок проведения аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации включает следующие действия. Подача и рассмотрение заявки на аттестацию, предварительное ознакомление с аттестуемым объектом, испытание несертифицированных средств и систем защиты информации, используемых на аттестуемом объекте, информатизация и разработка программы и методики аттестационных испытаний, заключение договоров на аттестацию, проведение аттестационных испытаний объектной информатизации, оформление, регистрация и выдача аттестата соответствия, осуществление государственного контроля и надзора, инспекционного контроля за проведением аттестации и эксплуатацией аттестованных объектов информатизации, рассмотрение апелляции. Более детально о сертификации также раскрывается в пункте 3.4 испытания несертифицированных средств и систем защиты информации, используемых на аттестуемом объекте информатизации. Первый подпункт. При использовании на аттестуемом объекте информатизации несертифицированных средств и систем защиты информации в схему аттестации могут быть включены работы по их испытаниям в испытательных центрах, то есть лабораториях, по сертификации средств защиты информации, по требованиям безопасности информации или непосредственно на аттестуемом объекте информатизации с помощью специальной контрольной аппаратуры и тестовых средств. Испытания отдельных не сертифицированных средств и систем защиты информации в испытательных центрах и лабораториях по сертификации проводятся до аттестационных испытаний объектов информатизации. В этом случае заявителям к началу аттестационных испытаний должны быть представлены заключение органов по сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации и сертификаты. Так, у нас некоторые опять проблемка со звуком. Дмитрий? Да, вот опять появился. Алло. Да, да, слышно сейчас. Да, простите. 27 октября 1995 года появилось положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации. Что представляет из себя сертификация? В пункте 1 и 2 подробно рассказывается, что по сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации понимается деятельность по подтверждению характеристик средств защиты информации требованием государственных стандартов или иных нормативных документов по защите информации, утвержденных Государственной технической комиссией при Президенте Российской Федерации на данный момент в СТЭК России. Дмитрий, там вопросики есть в чате. Давайте мы, прежде чем идти дальше, по аттестации коллеги спрашивают, нужно ли интернет-магазинам, хранящим паспортные данные, получать аттестацию ответствия? Или мы эти вопросы чуть попозже осветим? Как вы? Вы знаете, сейчас секундочку еще, повторите раз, пожалуйста. Вопрос от Сергея. Нужно ли интернет-магазинам, хранящим паспортные данные, получать аттестацию ответствия? Ну, аттестовать систему, я так понимаю. Можно резюмировать еще раз, да, для чего нужна аттестация? Немножко информация не полна, но в любом случае, как бы, эта информация уже, как бы, ну, да, в данном случае для данного магазина защищать персональные данные нужно, потому что подозреваю, что Сергей, кроме, имел в виду, кроме паспортных данных, еще какого свойства, какие товары в данном магазине приобретаются, если это могут быть, например, лекарства или какие-то услуги конфиденциального свойства, то обязательно. Может быть, было бы более правильно попросить Сергея написать нам в конце, будет приведен адрес электронной почты, по которому можно с нами связаться. На всякий случай просто уточним, что именно он имел в виду полностью и постараемся уже, как бы, ответить более детально. Но лучше перестараться, лучше исходить из того, что персональные данные лучше, что это относится именно к персональным данным, и это лучше защищать. Окей. Еще вот вопрос. Кому подается заявка в Минкомнадзор? Игорь спрашивает. Коллеги, нет, вот на данный вопрос я сейчас не готов ответить. Ну да, я думаю, что вопрос очень частный, то есть, уже речь про заявки, я думаю, что вы лучше напишите, да, конкретно, что требуется сертифицировать, тестовать, какая заявка, уже коллеги проконсультируют. Вот. Ну, кстати, вот по вопросу магазина есть некое уточнение от Сергея. Для использования некоторых служб доставки требуются паспортные данные. Ну, я думаю, что это частный вопрос, в принципе, уже ответ поступил. То есть, в любом случае, если магазин сохраняет те или иные персональные данные, тем более, что, как правило, ну, магазин на платформе 1СБитрикс точно сохраняет историю покупок, да, соответственно, эти персональные данные требуются защищать и систему нужно тестовывать, тем более, если эти данные касаются, там, здравоохранения или, там, других вопросов. Окей. Да, абсолютно верно. Да. Идем дальше. Да. Пункт 1.6 положения сертификации средств защиты информации раскрывает, что обязательные сертификации подлежат средств защиты информации, предназначенным для защиты сведений, составляющих гостайну, а также другой информации с ограниченным доступом, подлежащей защите в соответствии с действующим законодательством системы управления, экологически опасными производствами, объектами, имеющими важное оборонное или экономическое значение и влияющими на безопасность государства. Средства общего применения предназначены для противодействия техническим разведкам, перечень средств защиты информации, подлежащие обязательной сертификации. Этот перечень приведен в приложение номер 1 к данному положению. В остальных случаях сертификация вносит добровольный характер и осуществляется по инициативе заявителя, то есть разработчика, изготовителя, поставщика или потребителя средств защиты информации. Приказ номер 17 в СТК России от 11 февраля 2013 года об утверждении требования защиты информации, не составляющей гостайну, содержащейся в государственных информационных системах в пункте 15.1 уточняет, что при проектировании системы защиты информации информационной системы осуществляется выбор средств защиты информации, сертифицированных на соответствие требованиям по безопасности информации, с учетом их стоимости, совместимости с информационными технологиями, техническими средствами, функции безопасности этих средств и особенностей их реализации, а также классы защищенности информационной системы. При отсутствии необходимых средств защиты информации, сертифицированных на соответствие требованиям по безопасности информации, организуется разработка, то есть доработка средств защиты информации и их сертификация в соответствии с законодательством Российской Федерации, или производится корректировка проектных решений по информационной системе, или ее система защиты информации с учетом функциональных возможностей имеющихся сертифицированных средств защиты информации. Давайте рассмотрим. Как вендор, опять же, попадаем во вторую группу, то есть мы самостоятельно приняли решение о сертификации софта, платформы, на соответствие. Да, абсолютно верно. Кроме того, сертифицировать программный продукт, это... Нужно ли партнерам, например, сертифицировать в каких-то случаях изготовленный код, который они делают для своих клиентов, в каких случаях это нужно? Ну, смотрите, если это относится к каким-то функциям безопасности, таким как аутентификация, идентификация, аутентификация, контроль доступа, регистрация учета, меняются какие-то... Или меняются стандартные средства, которые есть в платформе, да, видимо. Да, 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 то, конечно, да. Если это просто какие-то... Если дизайн там сделали, да, сайты... Да, если это какие-то завинтерюшечки, если это какой-то там именно формат отчета по текущим требованиям, там, законодательства, да, или по... там, для удобства какой-то отрасли, то в данном случае это к средствам защиты информации отношения не имеет, и это можно не сертифицировать. То есть все зависит от глубины проработки, насколько глубоко партнер внедрен в цикл разработки программного обеспечения. Ну, таким образом, то есть для системы персональных данных, опять же, необходимо, как минимум, аттестация, плюс сертификация новых подсистем, наверное, да, как можно назвать, или компонентов, которые связаны с теми списками идентификации, идентификации, контроль доступа и так далее. Да, конечно, получается, что у нас аттестация это проверка непосредственно всей совокупности различных подсистем, то есть это и операционных систем, и приложений, и систем управления базами данных, которые будут эксплуатироваться на объекте, то есть совместимы ли они не повлияют, они не понизят ли они уровень защищенности и так далее и тому подобное. Если кто-то где-то вносит какие-то изменения, конечно, да, нужно и достаточно глубокие изменения, конечно, нужно будет проверять как минимум на совместимость и на то, что это не понизит степень защищенности информации. Да, давайте рассмотрим порядок сертификации. Ну, вкратце расскажем, как мы это проходили, да, потому что либо вдруг, если возникнет задача у партнера, у вас по сертификации, вот, в общем, по этому маршруту, по этому родмепу можете идти. Да, конечно, в данном случае разработчик и заявитель кооперируются, подают заявочку в ВАВСТЭК России, разработчик сопровождает эту заявочку разрешением заявителю на сертификацию производства, серийного производства сертифицированного программного обеспечения. ВСТЭК России рассматривает данную заявочку, если нет никаких противоречий, если соблюден регламент и все требования, по которым планируется проводить сертификацию, они актуальны. ВСТЭК дает разрешение и назначает испытательную лабораторию для проведения, для разработки методики и проведения сертификационных испытаний и орган по сертификации, который будет надзорной функцией исполнять за работу испытательной лаборатории. Соответственно, испытательная лаборатория заключается контракт, испытательная лаборатория получает от разработчика и от заявителя определенную документацию. Это та часть документации, которая относится и эксплуатационная и... Для разработки, наверное, там... Алло! Алло! Появился звук. Алло, меня слышно? Алло! Да, звук есть! Алло! Да, 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 Дмитрий, говорите! Алло, алло! Да, алло, мы вас слышим! Алло, алло, алло! Дмитрий! Алло, алло! Вас слышим, да, да, говорите! Артек, да, извините, пожалуйста! Да, то есть та часть документации, которая относится и к эксплуатационной документации, и к конструкторской проектной документации. Испытательная лаборатория на основе этого готовит методику сертификационных испытаний и проводит по ней испытания. Вот часто спрашивают, извините, что я перебиваю, часто спрашивают и нас, клиенты, и партнеры, а что такое испытание, как Bittrex тестировали. Мы периодически рассказываем на наших вебинарах, что да, у нас есть отдел, мы там проверяем все обновления автоматизированными способами. Ну, по факту, вот, например, у нас была испытательная лаборатория, это компания «Шелон», достаточно известная лаборатория, которая занимается этой тематикой. Да, действительно, также была разработана методика, также были автоматизированы тесты, также использовались алгоритмы, скажем так, различных способов. Взлома, проникновения в систему защиты от авторизации, аутентификации. Ну, то есть это тоже техническая, фактически, работа, техническая методика. То есть это именно испытание, то есть сертификация, это не просто, Дмитрий, тут, наверное, не даст соврать, это не просто проверка документов, условно, да, то есть это действительно испытание программного продукта. Да, ну, тут маленькое замечание, конечно, про методики взлома, корректно ли будет говорить в данном случае? Вряд ли, да, потому что в методике проверяется в основном соответствие... Да, к сожалению, опять у нас техническая заминка со связи. Дмитрий? Алло. Алло. Да, слышу вас. Извините, какая-то прям беда со звуком. Так, прошу прощения, да. В данном случае проверяются именно стандартные меры механизма защиты информации, то есть такие, как аутентификация, идентификация, контроль доступа, управление доступом. Регистрация и учет, какие-то параметры обеспечения целостности, возможно, вот как раз по слайду контроль по запуску программ. А о каких-то аппаратных взломах я боюсь, что тут разочарую. Ну вот я могу сказать, что, например, в прошлый раз, в прошлую сертификацию, точно нам сертификационная лаборатория писала о том, что они делают brute force. Отбор паролей методом brute force, то есть, ну, в общем, что-то было точно, да, может быть... Нет, но это стандартная... Может быть, это и стандартная... Это не слишком, как бы, технологичная проверка brute force. Тем не менее. Просто проверяем, насколько у нас сложность пароля, то есть заявленная сложность пароля соответствует сложности взлома. То есть нет ли каких-то таких, можно сказать, школьных ошибок, как, например, вот при последнем OpenSSL, когда при любых там заданных параметрах шифрования аргумент возвращал почему-то самую... самую маленькую длину ключа. То есть, как бы, на современных уровнях... при современном уровне программирования это, как бы, такие ошибки достаточно, как бы, типичные. То есть, на... ну, это не считается каким-то глубоким техническим... Ну, в общем, проверяется достаточно много стандартных методик. Да, то есть, да, как я хотел там в дальнейшем рассказать, что в основном, конечно, это уже, как можно сказать, прерогатива именно разработчика по тестированию таких глубинных, как бы, вещей, там, методами всевозможных черных ящиков, поиск статических проблем при компиляции кода, там, каких-то динамических ошибок и тому подобное. В данном случае и лаборатория, и орган, они, как бы, ну, настолько глубоко не вылезают. То есть, методика, там, того же самого тестирования по методике черного ящика, это достаточно время затратное, сложное и такая, как бы, ответственная методика. Просто в рамках обычных сертификационных мероприятий такую проверку просто не провести. Окей. Окей, идем дальше. Да. Возвращаемся. Орган по сертификации проверяет выводы испытательной лаборатории, проверяет ее заключение, что какой-то программный продукт прошел проверку, сертификационную проверку и выдает уже свое заключение в СТЭК России. В СТЭК России, в свою очередь, с органом обычно не идет на поводу у органа. Зачастую, иногда он использует какие-то свои возможности по проверкам. И в данном случае вот эта связка испытательной лаборатории орган по сертификации и в СТЭК России очень часто время на сертификацию очень сильно замедляется, когда приходят различные замечания. То есть, когда орган по сертификации не согласен с испытательной лабораторией, когда в СТЭК России не согласен с органом, когда там какие-то проблемы могут быть с методикой или на заявленные параметры сертификации. То есть, вот данные три пункта, они могут итерироваться достаточно долго, до тех пор, пока в итоге орган по сертификации СТЭК России не посчитает, что тема исчерпана и методика, и выводы соответствуют тому... И только после этого уже в СТЭК России выдают сертификат производителю, по которому производитель может уже проводить это программное обеспечение. Не зря вы орган сертификации черным цветом изобразили. Кстати, хочется тогда дополнить, что самостоятельно вы, как разработчик, наверное, заявителем являться не можете при наличии только определенных лицензий, правильно я понимаю? Проще, наверное, этим заниматься, если вы там постоянно не делаете, найти... Да, конечно, и, ну, да, естественно, в принципе, какие-то вещи обычно... Ну, иногда заявитель и разработчик – это одно и то же лицо. Вот. Зачастую разработчик идет на... Ну, начинает сертифицировать свою продукцию сам. Ну, это достаточно рискованное мероприятие, потому что и дорого, и по времени долго, и не всегда нужны... Да, нужные специалисты оказываются под рукой, то есть технических специалистов у разработчика достаточно много, а вот специалистов по информационной безопасности в том, как это понимает в стек, и те специалисты, которые, соответственно, могут работать с документацией, у разработчика может и не быть. То есть, как бы, иногда на второй, на третий раз уже такие разработчики идут уже более простым способом. Они обращаются к заявителю, к той организации, которая этим занимается постоянно, и, как бы, пользуются такими услугами. Ну, еще, наверное, в качестве дополнения орган сертификации выбирается не... Вот. Испытательную лабораторию вы можете выбрать вместе с заявителем. Ну, вот. А вот орган сертификации будет назначен в стекам, и здесь, собственно, вот как повезет. Ну, даже испытательную лабораторию. Не факт, что в стек России вам то, что вы пишете в заявке, он это одобрит. Да, это все зависит от, как бы, профиля испытательной лаборатории, от ее профессионализма, от ее загрузки, занималась ли она этим раньше, какой результат этого был. То есть, заявитель может указывать испытательную лабораторию, в которой бы он хотел это, да, но в стекам все равно может принять это, к вниманию, может не принять. Орган по сертификации, да, уже в данном случае повлиять нельзя, и уже, как бы, в стекам России назначает это самостоятельно. Окей, спасибо. Да. Что именно представляет из себя сертификация в данном случае? То есть, у нас получается на выходе это стандартное лицензионное программное обеспечение, которое прошло испытание на соответствии с установленным требованиям госстандартов и различных руководящих документов по защите информации, обладающее по итогу всех мероприятий сертификатом соответствия в стек. Данное программное обеспечение в обязательном порядке должно настраиваться и эксплуатироваться в соответствии с теми параметрами, которые указаны были в методике. И все обновления данного программного обеспечения, критичные для безопасности, должны оперативно в будущем подвергаться сертификационным испытаниям и контролю, и оперативно устанавливаться на данное программное обеспечение. Кроме того, каждый экземпляр такого сертифицированного программного обеспечения учитывается в журнале сертифицированных продуктов, и при проверках происходит просто сверка. Правда ли то, что заявляет конечный пользователь? Тут нужно заметить, что сертификационное испытание, не сама сертификация, она относится именно к средствам защиты информации, программное обеспечение, и в будущем при эксплуатации уже к обновлениям средств защиты информации. Сертификация не регламентирует всевозможные обновления, как мы с вами как раз говорили раньше, по оптимизации, по стабильности, по совместимости с каким-то там железом, и всевозможные украшения. Но в принципе, если рассматривать всю информационную систему как цепочку, всю информационную систему как цепочку, то есть начиная от, например, базовой системы ВДО, ДБИОС, платформы виртуализации, операционных систем, систем управления, систем управления базами данных, приложениями, то в данном случае, в принципе, сертификации подлежит, наверное, все, как минимум, как я говорил раньше, хотя бы для проверки, что данное программное обеспечение совместимо, и оно не скажется каким-то катастрофическим образом на защищенности системы в целом. Вот, например, не так давно у нас было обновление часовых поясов, ну, как, достаточно давно уже. Вот, напрямую к средствам защиты информации это не относится, но при генерации всевозможных цифровых сертификатов из разработчиков или конечных пользователей на этом будет настаивать. Давайте кратенько рассмотрим, что такое средства защиты информации и какие организационные технические меры защиты информации наше современное законодательство на базе этих средств защиты информации и рекомендуют использовать. Средства защиты информации это техническое программное или программно-техническое средство, предназначенное или используемое для защиты информации. Как известно, средства защиты бывают встроенные и наложенные. Встроенные это средства защиты, встроенные в общесистемное программное обеспечение и обеспечивающие выполнение национальных требований к безопасности информации ограниченного доступа. Наложенные средства это специальные продукты или пакеты, или программно-аппаратные комплексы, которые устанавливаются на общесистемное программное обеспечение в целях соответствия с вышеперечисленным требованиям или усиления каких-то механизмов защиты. К средствам защиты в программное обеспечение относятся соответствующие механизмы защиты информации, такие как аутентификация и идентификация, контроль доступа, регистрация и учет, криптография, обеспечение целостности, блокирование запуска вредоносных программ, обеспечение функций межсетевого экранирования, ну и другие в зависимости от назначения продукта. Согласно новых документах СТЭК России, Организационно-технические меры защиты информации, которые реализуются как раз на базе средств защиты информации, они проводятся в рамках системы защиты информации в зависимости от угроз безопасности информации, используемых информационных технологий и структурно-функциональных характеристик информационной системы и должны обеспечивать идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа, управление доступом субъектов доступа к объектам доступа, ограничение программной среды, защиту машинных носителей информации, регистрацию событий безопасности, антивирусную защиту, обнаружения или предотвращения вторжений, контроль и анализ защищенности информации, целостность информации информационной системы и информации, также доступность информации, защиту среды и виртуализации, защиту технических средств, защиту информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных. Меры защиты информации выбираются и реализуются в рамках ее системы защиты информации с учетом угроз безопасности информации применительно ко всем объектам и субъектам доступа на аппаратном, системном, прикладном и сетевых уровнях. В том числе в среде виртуализации и облачных вычислений, но в том мире, в который это к ним применимо. Еще момент, некоторые по наложенным средствам, то есть вы упомянули, еще раз просто хотел бы это зафиксировать, то есть в случае, если проводится аттестация системы, например, какие-то компоненты этой системы не сертифицированы, не удовлетворяют требованиям, то могут применяться наложенные средства, дополнительные программы. Да, эти просто механизмы могут отсутствовать в программном обеспечении, в принципе могут отсутствовать, либо просто не удовлетворять тем условиям, которые предъявляет регулятор. В частности, как мы на предыдущем слайде смотрели, иногда как раз именно Орган и ВСТЭК России возвращают воспитательную лабораторию с замечаниями, что есть сомнения в том, что данный механизм реализован в полной мере. И просьбы какие-то стандартные методики изменить и продемонстрировать более детально, более широко, продемонстрировать работу этого механизма, как именно он защищает информацию. В том числе может и в данном случае и Брутфорс быть задействован, то есть вплоть до того, что наши органы опираются на информацию из открытых источников, то есть когда какие-то специалисты по безопасности выступают с заявлениями, что в данном программном обеспечении были обнаружены какие-то проблемы, и это может скомпрометировать. Сертификацию, в общем-то, все. Да, 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 да. Ну то есть, может быть, опять же, некоторые, опять же, для себя, которые выводом отмечу, то есть в случае аттестации, ну, не, скажем так, нет катастрофы, например, в том, что отсутствует, опять же, какая-то система, благодаря всем требованиям, да, ее можно там решить, но опять же, для клиента это будет просто дороже. Для вас дороже. Можно решить наложенные средства дополнительные. Да, абсолютно верно, тут как бы есть плюсы и минусы, которые нужно учитывать. Дело в том, что, с одной стороны, наложенные средства, да, это дополнительные деньги и, соответственно, лицензии, то есть это обучение персонала, вопросы с совместимостью, с общей системным и там прикладным программным обеспечением, с какими-то обновлениями, с какими-то конфигурациями, не всегда это совместимо, не всегда это работает. Но, с другой стороны, разработчики как раз вот наложенных средств защиты информации, их очень много, они тоже постоянно как бы обновляются программным обеспечением. Очень многие уже сертифицировали и продолжают сертифицировать свои самые актуальные версии программного обеспечения. Функционал их не растет и, соответственно, развивается он как раз по пути либо усиления тех средств защиты, которые есть в базовой системе, либо по пути, что предоставляет какие-то дополнительные механизмы защиты, которых в базовом программном обеспечении просто нет. Давайте перейдем, наверное, к следующему слайду. Мы немножко выбиваемся из нашего регламента, я постараюсь покороче. Жизненный цикл программного обеспечения с точки зрения уязвимостей. При выпуске, при публикации программного обеспечения, как известно, все уязвимости, которые будут в будущем обнаружены в данном программном обеспечении, они уже в нем заложены. Иногда, зачастую, впоследствии обновляя какое-то программное обеспечение, тот же самый разработчик, он, к сожалению, может вносить какие-то новые уязвимости в программное обеспечение. Какие-то из уязвимостей становятся известны самому разработчику путем, благодаря взаимосвязи с сообществом тех организаций, тех специалистов по информационной безопасности, которые по той или иной причине эксплуатируют данное программное обеспечение. И разработчик, как вы можете видеть, вот красным цветом выделено, что уязвимость становится широко известна, в том числе известна хакерам. Через какое-то время выпускается исправление, но не факт, что все конечные пользователи это обновление оперативно устанавливают. И после установки исправлений, обновлений, уже данная уязвимость, она себя исчерпала и эксплуатироваться злоумышленникам не может. Какие-то уязвимости, они остаются известны только в узком округу лиц, возможно это в том числе и злоумышленники, и они могут эксплуатироваться. А какие-то уязвимости более оперативно раскрываются самим разработчикам. Соответственно... Да, Дмитрий, алло, слайд поменялся, но пока не слушаем вас. После того, как разработчик сертифицировал свое программное обеспечение, одним из важнейших требований регулятора является требование по сертификации обновлений, которые касаются обновления механизмов безопасности продукта. Соответственно, на данной схеме представлена схема функционирования того, как мы как заявитель работаем с разработчиками и выполняем данное требование. То есть разработчик выпускает обновление безопасности к своим продуктам и публикует его для заявителей и пользователей. Заявитель либо регулярно проверяет доступность обновлений безопасности, либо имеет прямой канал информации с разработчиком. Тем или иным способом он получает это обновление и оперативно размещает у себя информацию на защищенном портале сертифицированных обновлений, присваивая ему статус на сертификации воздержаться от установки данного обновления. В дальнейшем мы посмотрим, как эксплуатируется сертифицированный программ обеспечения. В дальнейшем конечный пользователь опирается на эту информацию. Он видит, что обновления в работе в среднем примерно 20 рабочих дней затрачиваются на сертификацию обновления безопасности. И спустя это время заявитель получает от испытательной лаборатории заключение, что данное обновление прошло успешную проверку. И статус на портале сертифицированных обновлений у этого обновления меняется. Если она сертифицированно подлежит установке, пользователь, опираясь на эту информацию, может сделать вывод, что данное обновление уже можно устанавливать. Если пользователь не смотрит на статус, а устанавливает обновления тем или иным способом, привычным, например, какими-то сервисами по автоматическому обновлению, он рискует столкнуться с тем, что статус его системы будет не сертифицирован. Теряет сертифицированный статус. Да, да, да. То есть в данном случае портал сертифицированных обновлений выступает как доверенный канал в терминах встека. То есть между заявителем и пользователем доверенный канал, где информация об обновлении, размещается контрольная сумма обновлений. То есть пользователь может проверить контрольную сумму, быть уверен в том, что обновление не будет подменено каким-то образом. Соответственно, пользователь, используя цифровые сертификаты портала сертифицированных обновлений, может убедиться в том, что информация об этом обновлении пришла к нему именно из первоисточника. И, соответственно, опираясь на эту информацию, может его установить. В том числе... Дмитрий, алло. Алло, алло. Да, но пока связь восстанавливается, может быть, предрезюмирую, устанавливать обновление в случае, если вы используете сертифицированный, ну или там ваши клиенты используют сертифицированный софт 1S-Bitrix, можно, опять же, только с портала сертифицированных обновлений у заявителя, то есть у компании сертифицированной информационной системы. Да, есть механизм установки обновлений в виде файлов, обновлений 1S-Bitrix. И, опять же, если вы или клиент, собственно, будет сталкиваться с этой задачей, вы просто обратитесь к нам, и мы вместе с компанией сертифицированной информационной системы детально расскажем, покажем, как ставить эти проверенные сертифицированные обновления с портала сертифицированных обновлений. Чтобы, опять же, клиент не потерял статус своей системы, сертифицированный статус. Вот, опять же, то есть, да, забываем кнопку обновить в админке Bitrix. Ну и дополнительно. Алло, алло, алло. Я не включился, да, уже. Артем, простите, ну, просто какой-то кошмар. Да, в общем, я коротко еще раз подвел, да, что, опять же, обновления скачиваем столько с портала сертифицированных обновлений для отключения сертифицированных статус. Да, да, в избежание нарушения их целостности и в избежание того, что, соответственно, может сложиться такая ситуация, когда обновление, разработчик выпустил, например, обновление обновлений, да, когда какая-то неприятность произошла с обновлением, оно не на всех системах работает, например, адекватно, тормозит или, ну, как, там, в совсем выпьющих случаях просто вешает систему. Вот, как бы, такие обновления в основном, как бы, и лаборатории мы стараемся тоже отслеживать. У нас есть специальные стенды нагрузочного тестирования, и такие обновления в основном у нас никогда за статус на сертификацию воздержаться от установки не переходит. То есть, как бы, мы взаимодействуем с разработчиком, и, соответственно, ждем, когда он перевыпустит такое обновление, чтобы на... за этого. Давайте тогда сейчас уже перейдем к разделу, как эксплуатировать сертифицированную программу обеспечения. Наверное, всем будет интересно. Итак, ну, основным документом, который следует учитывать при эксплуатации сертифицированного программного обеспечения, можно в первую очередь считать, конечно, его формуляр. Это своеобразный паспорт каждого экземпляра программного обеспечения. По законодательству, как вам известно, у нас каждый экземпляр программного обеспечения должен иметь вот такой своеобразный паспорт, в котором учитывается этот экземпляр, учитывается все периоды его развертывания, эксплуатации и выведения его из эксплуатации. Соответственно, в этом формуляре указана вся информация, все рекомендации по эксплуатации, указаны контрольные суммы, какие должны соответствовать... Чтобы можно было сверить их после установки, например, да? Да, да, проверка дистрибутивов перед установкой и, соответственно, для некоторого программного обеспечения это неизменяемые файлы, которые уже разворачиваются после инсталляции программного обеспечения, за исключением некоторых директорий, где там всякие журналы, кэши, библиотеки и прочее хранятся. Соответственно, и всевозможные ограничения, которые накладываются на данное программное обеспечение. В том числе, там в обязательном порядке упоминается эксплуатационная документация, то есть это руководство администратора, их может быть несколько, как вот для продукции компании 1S Bittrex. базовая, руководство администратора базовая для модулей и для обновления контента. В том числе может быть какая-то документация для настройки, специальных каких-то настройок функций безопасности и так далее и тому подобное. Соответственно, в общем случае, когда у нас покупается дистрибутив данного программного обеспечения, проверяется, снимается контрольная сумма, убеждаемся, что он соответствует тому эталону, который был проверен в испытательной лаборатории, который прошел все проверки. После этого экземпляр разворачивается, какие-то на нем проводятся базовые настройки, например, зачастую все современные программные комплексы, они достаточно сложны, имеют зачастую модульную структуру, параметры политик безопасности у них развиты, и если оставить эти параметры настроенными по умолчанию, то некоторые те же самые механизмы защиты информации, они просто будут либо выключены, либо находиться на таком уровне, неприемлемом для наших требований. Поэтому, соответственно, конечный пользователь, он настраивает политики безопасности, будем их так называть. В дальнейшем данные политики безопасности, их мало один раз настроить, их нужно регулярно проверять. Не было ли, не произошло ли каких-то инцидентов, по которым эти политики изменились, деградировали, или были умышленно каким-то образом отключены. Плюс, после развертывания программного обеспечения, после его первоначальных настроек, снимаются контрольные суммы значимых файлов для дальнейшей проверки целостности программного обеспечения. То есть, с какой-то периодичностью, конечно, чем чаще, тем лучше, данное программное обеспечение проверяется на то, что какие-то файлы были заменены либо ввиду какой-то вирусной активности, либо какими-то злоумышленниками. Соответственно, параллельно с этим конечный пользователь использует в обязательном порядке возможность установки обновлений безопасности, которые прошли проверку сертификационную. То есть, он отслеживает информацию на портале сертифицированных обновлений и, опираясь на нее, разворачивает эти обновления. Контрольные суммы при этом могут меняться и, как написано в формуляре, соответственно, периодически вот эта информация, она меняется, вносится в соответствующий журнал. Ну и формуляры вы получаете после приобретения, особенно сертифицированной версии. Да. Итак, тут, ну, кратенько, то, что примерно я рассказал, указано, как работает центр обновлений разработчика, заявитель, в нашем лице портал сертифицированных обновлений и конечные пользователи. То есть, соответственно, они постоянно актуализируют свои политики безопасности, обновления безопасности, постоянно актуализируют контроль целостности и тем или иным способом, конечно, рекомендуется использовать специальные утилиты по контролю. Они проверяют соответствие их системы требованиям сертификационным. Ну, как мы уже, мы данный слайд, наверное, пропустим, мы уже это обсуждали, когда обязательно нужно использовать сертифицированное программное обеспечение, когда желательно, то есть по требованию законодательства, все моменты, когда его нужно использовать, они известны. Если таких жестких требований нет, то в данном случае аргументом «за» может считаться то, что при сертификации конечный заказчик получает еще и определенные рекомендации по тому, как использовать данное программное обеспечение, он выстраивает свою систему по эксплуатации данного программного обеспечения, то есть определенные требования к техническому персоналу, который занимается информационной безопасностью, и, соответственно, может опираться уже на это. Ну, вот, и мы подошли к... Это очень стратегически правильно, опять же, учитывая наши нюансы изменения законодательства по персданным, да, все-таки, на мой взгляд, не знаю, может быть, согласитесь с этим, использование сертифицированного софта, некоторые гарантии все-таки для клиента, оно будет чуть более защищенным и готовым к всем требованиям законодательства, наверное. Да, абсолютно верно. Давайте перейдем к пункту, сколько стоит сертифицированное программное обеспечение 1S Bittrex и как его купить. В настоящее время в продуктовом портфеле нашей компании есть следующие продукты. По сертификату 3268, это 1S Bittrex 24 корпоративный портал, холдинг, внутренний портал государственной организации и внутренний портал учебного заведения. Стоимость на пакеты сертификации по данному сертификату варьируется от 23 тысяч рублей до 118 тысяч рублей. Это в ценах конечного заказчика без учета стоимости ключа доступа на портал обновлений. Тут учитывается общая стоимость лицензии с учетом дополнительных пользователей. То есть максимальная стоимость, которая описана 118 тысяч, насколько я помню, это холдинг с безлимитным количеством пользователей. Опять же, вы можете просто отправить запрос на расчет стоимости сертификационного пакета, назвав ту лицензию, которую вы хотите приобрести для вашего клиента. Это компания и сертифицированная система получить уже окончательную стоимость сертификационного пакета. Три простых шага для получения сертифицированного продукта. Нужно приобрести лицензионную программу обеспечения 1S Bittrex у официального поставщика, нужно разместить заказ на приобретение сертификационного пакета через нашу почту. Это почтовый ящик заказ.crcist.ru Нужно оплатить счет и выслать копию лицензии для проверки и дистрибутив на фирменном или самописном носителе вашему менеджеру по адресу Москва, научный проект 6. Это там, где располагается наша компания. Очень важно, что в случае отправки лицензии на самописном носителе необходимо сопроводительное письмо, чтобы преодолеть определенные шероховатости в нашем законодательстве. Рыбу данного письма можно как раз получить, обратившись по почте. В течение нескольких дней наш менеджер обработает ваш заказ и будет готов комплект, в который будет входить верифицированный дистрибутив, копия сертификата в стек, комплект документации, формуляры изделия с голографическим защитным знаком в стек и контрольной суммой. Плюс ключ для доступа на портал сертифицированных обновлений, чтобы при эксплуатации можно было получать информацию об актуальных обновлениях безопасности, об их сертификации и оперативно их устанавливать. Кроме того, в продуктовом портфеле нашей компании имеется еще второй сертификат 3260, это 1С битрикс управления сайтом, первый сайт, старт, стандарт, малый бизнес и так далее. Ну и отраслевые решения на базе управления сайтом, да. Да, 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 сайт учебного заведения, медицинская организация, конференции, официальный сайт государственной организации, базовый расширенный. Стоимость на пакеты сертификации по данному сертификату находится между 2100 рублей и 17000 рублей. Опять же, в ценах конечного заказчика без учета стоимости ключа доступа на портал обновлений. Да, и необходимо важную информацию отметить, перечисленные версии этих продуктов, это 14.5. То есть, версия платформы... Возникают какие-то вопросы по работе сертифицированного продукта. После его приобретения можно обращаться в службу технической поддержки нашей компании по указанному электронному адресу или по телефону факсу. Коллеги, извините, очень плохой звук, у меня какое-то эхо, я не могу быстро говорить, а то у меня совершенно какой-то ужас. Давайте перейдем к вопросам-ответам. Заранее извиняюсь, если опять будет рваться связь. Да, вот давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, пишите их в секцию questions, вопросы. У Дмитрия вот также на слайде изображена ссылка 1SBitrix.ru Product Certified. Собственно, там в этом разделе отображена информация по сертифицированным продуктам. Приведены сертификаты с номерами, которые вы можете показывать вашим заказчикам. Как я уже сказал, в сертификатах у нас версия софта не стоит. Это, с одной стороны, очень здорово. Но дистрибутивы, которые сейчас вы можете получить в компании сертифицированной информационной системы, это версии 14.5. Опять же, последующая версия появится впоследствии на портале сертифицированных обновлений. Но с этим связана всегда некоторая задержка. Я думаю, что Дмитрий не даст соврать. И у других вендоров версии, опять же, сертифицированной. Они, как правило, запаздывают. Сколько там? Полгода-года, как минимум. Да, как минимум, если не больше. Если не больше, да. Поэтому мы работаем в этом направлении. И обновленные версии 15.5.16.0, которые выйдет осенью, опять же, также будем проводить через процедуру сертификации и выкладывать на портал. Ну что ж, давайте вопросы. Дмитрий, вы можете тоже открыть? У вас секция questions тоже есть. Ну, здесь вопросы традиционные, как у нас всегда. Можно ли получить презентацию, видеозапись? Давайте я с вашего разрешения скажу, что, конечно, коллеги, еще раз повторюсь, мы всю запись данного вебинара обязательно выложим на партнерский сайт. А может быть, даже на клиентский сайт. Я не вижу здесь какой-то проблемы. И презентацию, конечно, тоже. Кроме этого, у нас по ссылке там еще есть частые вопросы. Также можете с ними ознакомиться. Давайте, наверное, какой-то вопрос был. Вопрос следующий. Мы участвуем в гос-тендере. Есть у вас, Дмитрий, да, эта секция вопросов? Игорь задает вопрос. Алло, алло, алло. Да, алло, как слышно? Артем, извините, нет, у меня нет этого вопроса. Не могли бы вы его озвучить? Давайте я зачитаю, да. Игорь спрашивает. Мы участвуем в государственном тендере и разрабатываем сайт. Плюс введем разработку систему коммуникации для переписки звонков в видеочаттере. Кому обращаться для сертификации? Цель – обезопасить утечку информацию от прослушки для несанкционированного доступа. Вот несанкционированного доступа. Где сама по себе проходит сертификация? На сервере клиента, на сервере исполнителя, на сервере аттестационной службы? Какая этапность самой аттестации, что требуется предоставить исполнителю? Ну, тут, видимо, комплексный такой вопрос. Еще раз. Да, там, похоже, небольшая путаница аттестации и сертификации. Я думаю, что просто можно еще раз напомнить, то есть цель, наверное, все-таки аттестации этой системы. Если вы ее разрабатываете на базе 1S-Bitrix, то есть сама платформа сертифицирована, вам требуется провести аттестацию этой системы. Да, аттестация, конечно, проводится на объекте, на конечном объекте заказчика, только какие-то части из этой системы, в принципе, могут проверяться в лабораториях, но это уже по усмотрению той организации, которая будет осуществлять процесс аттестации. Сертификация, сертификация, как я уже говорил, сертифицирована должна быть вся цепочка, то есть это начиная от платформы виртуализации, операционные системы, прикладное программное обеспечение, такие как система управления базами данных, в частности, системы управления контентом и так далее и тому подобное, все они должны быть сертифицированными, если это тем или иным способом, то есть это можно как купить сертифицированную программу обеспечения, где сертификации подвергались встроенным механизмам защиты, так и использовать наложенные средства защиты информации, либо дополняя, либо как-то комбинируя образное выражение, как вот детские кубики, то есть для, чтобы в итоге в нужных местах все те функциональные требования по защите информации, они соответствовали тем требованиям, на которые ваша система сертифицируется и в дальнейшем аттестуется. Ваша компания, так понимаю, такие консультации предоставляет и занимается, да, вот этой операцией, аттестацией? Да, да, да. Вы можете обращаться в компанию сертифицированной операционной системы для оценки масштаба проблемы. Ну и, кстати, по поводу использования сертифицированного окружения, вы можете использовать сертифицированной операционной системы, в которой входит состав уже даже сертифицированной, ну, по крайней мере, вот в Астролинукс мы общались с коллегами, можно использовать сертифицированную Астролинукс для развертывания ПО 1С Битрикс, по-моему, ОС РОСа еще как вариант, также сертифицированная система операционная. Да, 1С Битрикс это... Алло, алло. Да, да, да. Извините, Артем, хотел заметить, что, ну, 1С... Наверное, это и лишнее, но, как бы повторю еще раз, что 1С Битрикс это кроссплатформенная система, которая может работать на серверах под управлением операционных систем, как Microsoft, большая линейка сертифицирована, это и 2008 сервер, 2008 R2, 2012 сервер, 2012 R2, так и под управлением Linux и CentOS, RedHard Enterprise Linux, вот, так что выбор достаточно большой. Так, и... Алло, алло. Так, вот Роман пишет, что презентация заканчивается, уведомления, ну, возможно, что-то с алкальным временем, не знаю, даже Роман. Но ничего страшного, да, если вы пропустили, обязательно посмотрите запись, посмотрите презентацию. Коллеги, пожалуйста, задавайте еще вопросы. Дмитрий, вы с нами? Алло, Артем, да, извините, опять беда просто. Так, ну вот, пока вопросов нет, ну, наверное, теперь у меня что-то вот с интернетом, почему-то у меня не открывается сайт. Но меня слышно, хорошо? Алло? Алло, меня слышно? Алло, да. Артем, я вас слышал, алло. Отлично, да, потому что тоже какой-то пропадал интернет. Вот, коллеги, пожалуйста, задавайте еще вопросы. Пока, наверное, вопросы еще поступают, с вашего разрешения. Какой-то один из частных вопросов, наверное, попытаюсь задать. Что если у клиента уже есть система, ну, по крайней мере, такое спрашивали у меня, уже есть сайт, например, разработан на базе 1S Bittrex, который разработан, ну, на несертифицированном пакете, да, несертифицированном дистрибутиве. А что в этом случае делать, если, например, клиент хочет теперь соответствовать всем требованиям законодательства? То есть, что ему нужно? Ему можно как-то текущий дистрибутив видоизменить, не знаю, там, либо только покупать с нуля новые, то есть покупать сертифицированный пакет, лицензия у них уже есть, покупать, получается, новый пакет, разворачивать с нуля сертифицированный дистрибутив и переносить, мигрировать туда данные, переносить какие-то доработки. Или можно что-то сделать с текущей версией? Вот, что можете здесь посоветовать? Спасибо, Артем. В данном случае достаточно будет проверить, с какого конкретно дистрибутива конечный заказчик разворачивал вот это программное обеспечение, если оно совпадает с актуальной версией того программного обеспечения, которое на данный момент сертифицировано, то, в принципе, ему не нужно так, то, что вы описали, столько лишних действий совершать, ставить свой дистрибутив на сверку, он будет сверен с эталоном и будет, соответственно, по нему выдано заключение. Если заказчик успел установить какие-то обновления, которые не прошли сертификацию, то, если есть возможность, то он должен будет их откатить, чтобы все контрольные суммы совпадали. И, соответственно, при выполнении этого условия с дистрибутивом, как вот мы смотрели на предыдущих шагах, он просто присылает нам копию лицензии. Прошу прощения, что-то у меня теперь видео тормозит. Не-не, мы вас хорошо слышим. Алло, алло. У меня слайд... А, вот переключился, наконец-то. Он присылает нам копию лицензии, то, что он приобрел лицензионное программное обеспечение, и дистрибутив в том виде, в котором он у него есть. То есть это либо на фирменном носителе, либо самописном носителе, если данный экземпляр он получил каким-то другим образом. Соответственно, это путь немножко нестандартный, там есть шероховатости в законе. Чтобы их преодолеть, нужно, чтобы он, такой самописанный дистрибутив, написал сопроводительное письмо. Соответственно, после всех проверок он получит комплект документов с формуляром, по которому, просто пробежав по формуляру и выполнив все те действия, которые там требования к эксплуатации или ограничения по эксплуатации, после того, как он их выполнит, установит все текущие обновления, актуальные сертифицированные обновления безопасности и проведет контроль целостности, то его такая система получит сертифицированный статус. Ну, то есть, можно это в целом все провести по требованиям законодательства, не нужно заново с нуля все разрабатывать. Отлично. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Еще может быть один вопрос. Меня часто спрашивали, сертифицирован ли наш облачный сервис 1S-Bitrix24 по встеку? Ну, здесь, наверное, скажу, что, конечно, нет. Дело в том, что сейчас наш облачный сервис, ну, это корпоративный портал в облаке, по сути. Корпоративный портал сам сертифицирован, это 1S-Bitrix24 коробочная версия. Облачная версия, поскольку находится вне даже России, то есть в Амазоне, она не сертифицирована и сделать это нереально. Но сейчас мы приводим нашу систему в соответствии с требованиями законодательства. Опять же, 262-го, если не ошибаюсь, ФЗ по поводу версий данных в России. Мы переносим сейчас систему на, ну, то есть российских клиентов, российский дата-центр. Эту работу мы планируем завершить до 1 сентября, собственно, до вступления требований в СИУ. И я думаю, что мы с компанией сертифицированной информационной системой еще будем выполнять работу по сертификации вот этого сервиса. Ну, фактически, эта система расположена в некотором дата-центре будет и уже, я думаю, можно будет ее сертифицировать. Но, по крайней мере, ничего этому не должно препятствовать. Да, Дмитрий? Да, абсолютно верно. То есть уже непосредственно сам держатель данного дата-центра, он должен будет выполнить некоторые мероприятия, привести свою структуру к соответствующим требованиям, использовать сертифицированное программное обеспечение для поддержки вашего приложения. И почему нет? В принципе, нет, ничего невозможно. Если это соответствует законодательству... Ну, тем более, что до клиентов на облачную версию сейчас достаточно много, и также они переживают по поводу персональных данных, которые хранятся, соответствует крайний закон. Коллеги, есть ли еще у вас вопросы? Пожалуйста, задавайте. Что-то пока не поступает. Все рассказали, все понятно. Ну, часто еще спрашивают по поводу, наверное, вот тоже затрону тему, такую проблемную. Проблемную для нас, прежде всего. Ну, вы наши партнеры, поэтому мы с вами полностью открыты. И в этом, наверное, есть мы с партнерством по переносу наших отраслевых решений в маркетплейс и вообще использование маркетплейса. Ну, как вы знаете, да, у 1S Bittrex есть платформа сторонних разработок, которые как бы дополняют, расширяют возможности стандартных продуктов 1S Bittrex. Вот. Первый вопрос, собственно, это сертификация наших решений 1S Bittrex, которые сейчас мы продаем в маркетплейсе. Ну, в частности, например, в маркетплейсе сейчас продается сайт медицинской организации, вот уже последней версии, которая 15.0 и 15.5. В маркетплейсе же у нас сейчас продается сайт учебного заведения, переведен уже в сайт государственной организации. Вот последняя версия, они у нас переводятся в маркетплейс. Мы эту работу ведем. И пока, тем не менее, клиенты могут, то есть вы можете продавать вашим клиентам сертифицированные версии, как бы предыдущие, которые еще не в маркетплейсе. Но мы сейчас в работу отведем, собственно, та, которая связана с сертификацией решений, которая уже в маркетплейсе. Я надеюсь, что, может быть, в этом году постараемся какое-то решение предоставить, потому что клиентам нужны более обновленные версии. И тут с маркетплейсом некоторые отдельные вещи требуются. Не все так просто. Что касается решений партнеров, наверное, вопрос, тут, может быть, Дмитрий сможет чуть-чуть прокомментировать. То есть партнер выпускает решение, складывает его в маркетплейс. Фактически он может обратиться к вам же за сертификацией своего решения. То есть использовать вас как заявителя и как производителя такого софта. Ну и опять же решить вопросы с процедурами обновлений, процедурами приобретения этих версий и так далее. То есть фактически, наверное, для вас это тоже какой-то софт, который, наверное, тоже может иметь, ну, то есть он фактически имеет дистрибутив. Просто этот дистрибутив клиенты получают через наш маркетплейс. Но в принципе договориться с вами и договориться с лабораторией о том, чтобы проверить решение партнера, это также, я думаю, что реальный процесс. Ну да, абсолютно верно. Просто в каждом конкретном случае будет проверяться объем измененного кода, будет проверяться, насколько он влияет на механизмы защиты информации. И в каждом конкретном случае будет приниматься решение, какие-то вещи можно провести. Есть так называемая ускоренная процедура. Называется она инспекционный контроль, по которой, если изменения незначительные, можно провести сертификацию как обновление данного сертифицированного продукта. Но в каждом конкретном случае, повторюсь, еще решает орган по сертификации и испытательная лаборатория. И заранее о чем-то говорить сложно. Ну да, я имею в виду, что, например, вдруг, если партнер, ну, компаний партнеров очень много, многие выпускают достаточно много решений. То есть, если, например, партнер хочет, чтобы его решение, которое он поставляет как бы поверх платформы, битрикс, ну не знаю, какой-нибудь готовый интернет-магазин или, наверное, магазин не самое, не знаю, решение для государственных органов, и он хочет, чтобы оно также было сертифицировано, имело сертификат, то они могут обратиться к вам, и то есть эту процедуру надо пройти. Да, конечно. Еще вопрос? В основном, если... Я прошу прощения, я вас перебью. Тут какой момент? Если разработчик опирается на те механизмы защиты, которые использованы в сертифицированной версии у вас, то в принципе проблем при инспекционном контроле возникнуть не должно. То есть, это будет все проще и быстрее? Да, да. Насколько глубокая переработка? Я понял. Все зависит от решения. Ну, контакты коллег есть. Напишите, я думаю, что этот вопрос можно уточнить. Еще вопрос от Романа. Требуется ли дополнительное обучение специалистов для работы с сертифицированным ПО, DNS-Bitrix, сертифицированным стеком, в организации? Да, конечно. Конечно. Ну, в зависимости от того, с какой позиции, то есть какое образование изначально у того специалиста, который будет претендовать на роль администратора информационной безопасности, если у человека уже есть опыт работы с сертифицированными системами, работы с объектами информационной безопасности, то в принципе, я смотрел формуляр, смотрел документацию на 1S-Bitrix, там, в принципе, ничего такого фантастического нет. Люди, обладающие определенным опытом, смогут за короткое время просто разобраться в этом и спокойно ее сопровождать. Вот. Повторюсь, опять же, как вопрос с подвохом, если человек не имеет технической компетенции, если он с трудом представляет, что из себя процедуры сертификации представляет, то ему будет сложновато разобраться и все-таки, конечно, какие-то прослушать курсы, подтянуть техническую часть. Ну да, курсы есть. Кстати, ваша компания оказывает такие услуги по обучению специалистов в этой области? Нет, наша компания не оказывает это возле кнопок. Я точно знаю, что такие курсы есть. Это достаточно широкий спектр курсов, да, всевозможные... Не хочу как бы рекламу, но там один специалист по имбуту Мини Бауман, у них широкий курс там по различным продуктам. Ну я слушал, например, поджаршоу он оказывает такие услуги, по-моему, они что-то читают, у них есть в этом направлении. Ну, много посмотрите в интернете, в общем, если будут вопросы, напишите нам, то есть мы что-то порекомендуем, что касается. Но вообще, да, это отдельная компетенция, это, наверное, компетенция больше лежит на клиенте, я так понимаю, то есть использование, эксплуатация сертифицированного софта и, как правило, по нашему опыту общения с крупными корпоративными заказчиками, государственными структурами, разными, нефтянкой и прочее, то есть, как правило, в тех компаниях уже использование сертифицированного софта поставлено на поток, в общем-то, они прекрасно понимают, что это такое, поэтому вам будут просто задавать вопросы, есть ли что-то, один из Bittrex, можете сами отвечать, можете нас также с компанией сертифицированной информационной системы привлекать, мы можем процентировать. Но если, да, клиент, например, совсем не знает, и он не сталкивался с этой задачей, то, конечно, об этом стоит ему напомнить, но хотя это будет странно. Алло, 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 Артем, прошу прощения, можно я дополню ваш ответ? Конечно, конечно. Тут какой момент, кроме сопровождения 1S Bittrex, кроме сопровождения 1Bittrex, человек, который будет заниматься, выполнять роль администратора информационной безопасности, он должен будет, соответственно, сопровождать всю эту инфраструктуру, на которой в качестве приложения как раз управления контентом и работы, да, тут как бы у многих такое ложное представление, что, в принципе, этим может заниматься, но, с одной стороны, конечно, правильно, да, что технический специалист, который разворачивал эту систему, ведет ее обычное техническое сопровождение, может этим заниматься, но зачастую, там, в силу разных причин, в силу объема, в силу частых каких-то обращений или каких-то инцидентов, администратор по информационной безопасности достаточно сильно нагружен, у него много очень таких ответственных, но рутинных мероприятий, которые он делает регулярно, поэтому, как бы, нельзя сказать, что он будет, как бы, ну, то есть, это должен быть отдельный человек, у которого свои должностные обязанности, который будет очень сильно достаточно занят и который будет, как бы, ну, за многое отвечать. Спасибо. Так, Алло, да, Алло, Дмитрий, мы вас слышим. Да, извините, просто прям кошмар какой-то звук, эхо, плакает. Ну, что ж, вопросов пока нет, я думаю, что тема узкоспециализированная и пока с ней не столкнешься, собственно, не будешь в это вдаваться, я думаю, что нам удалось раскрыть основные моменты, связанные с эксплуатацией сертифицированного софта и вообще задачами, которые возникают в этой связи. Коллеги, еще раз напомню, что приобретение сертифицированных продуктов 1S Bittrex возможно в компании сертифицированной информационной системы. Пожалуйста, обращайтесь, заходите на их сайт, там есть контакты, можете позвонить, менеджеры дадут необходимые консультации. Также, конечно, вы можете задавать эти вопросы и в нашей техподдержке, как в техподдержке СИС, так и в нашей техподдержке. Мы стараемся тоже в меру своей компетенции на них ответить либо переадресовать их коллегам. Продолжаем мы работать над сертификацией. Мы не завершили эту тему, получили сертификаты и не считаем, что это все. Теперь сейчас можно расслабиться и спать спокойно. И работаем постоянно над защитой информации, планируем очередные сертификации. Если я не ошибаюсь, мы сейчас также подали документы на инспекционный контроль по продукту Enterprise. Когда мы еще подавали документы на сертификацию, это было в 2013 году, у нас еще были редакции WebCluster, BusinessWebCluster. Сейчас, собственно, мы планируем также иметь сертификацию по Enterprise. Я думаю, эту работу мы также в ближайшее время с коллегами завершим. Поэтому продолжаем. Если будут вопросы, пишите, звоните. Постараемся проконсультировать. Ну что ж, спасибо большое Дмитрию. Алло. Да, 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 слышим. Алло. Спасибо, Дмитрию, с тобой коллегам за помощь и в вебинаре, и в рассказе, и в ответах на вопросы. Спасибо большое за саму сертификацию, за этот процесс. Очень вам благодарны, и, конечно, это важный для нас момент. Ну что ж, хороших вам проектов в соответствии всем всех систем требованиям законодательства и персданных, чтобы никаких проблем не возникало ни у ваших клиентов, ни у вас, ни у нас с вами. Спасибо большое за ваше участие в вебинаре. Дмитрий, еще раз спасибо. Хорошего вам дня. Видеозапись, презентацию мы обязательно выложим. До свидания. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...